Здравствуйте! Сегодня мы продолжим работать над станочком и, во-первых, о том, что я сделал за кадром. Во-первых, как вы видите, была нарисована задняя стенка, верхняя вот эта перемычка. Прошелся по всем стенкам, сделал ушки для фрезы, в нижней планке аналогичное ушко. И, в принципе, детали почти готовы к тому, чтобы отправить их на обработку на фрезерный станочек, чтобы их можно было вырезать. Отдельное внимание уделю скетчу, который соответствует стенке портала, правая кнопочка мышки в браузере объектов Edit Sketch. И посмотрите на те размеры, которые есть, какие зависимости. Во-первых, высота задней стенки можно сделать 180, можно сделать 200, любой размер. Это хорошо, потому что, определяя высоту портала, мы определяем жесткость крепления оси каретки. Также отдельно вынесен размер основания каретки. Вот сейчас он 140 мм. Если мы хотим сделать сам портал более устойчивым, разнести подшипники, сделать можно 150 и больше миллиметров. И еще один параметр, два параметра, которые будут для меня принципиально важны, это вылет задней стенки портала 40 мм. Например, сделаю 50 мм подальше стенку. Этот параметр необходим для того, чтобы центр тяжести портала находился между подшипниками. Вот именно с помощью вот этого размера мы будем в дальнейшем регулировать центр тяжести. И еще параметр, высота портала над столом. У меня сделано 80 мм плюс толщина фанеры, потому что черновой стол я пока планирую делать толстым, 21 мм. Зачем так? Почему такой толстый? Опять же, обо всем по порядку, всему свое время. Финиш скетч. Следующий момент, который я всегда забываю делать, это сказать. Ну, если вы уже досмотрели до какой-то серии будет, шестая, седьмая серия. Почему бы вам не подписаться на канал, делать слонок с нами? Если нравятся мои видео, то ставьте сердечко, нажимайте колокольчик. И, конечно же, для меня интересны ваши отзывы о станке, о проекте в целом. Ваши подписки, конечно же, ваши лайки очень поддерживают вот этот, я скажу, нелегкий труд по записи вот этих длительных видеороликов. Ну, всем спасибо подписавшимся и просматривающим. А сегодня мы будем ставить ШВП и будем ставить НЕМА. НЕМА я буду ставить на примере НЕМА-23, принципиально НЕМА-17 ставится точно так же. Для работы нам понадобится непосредственно НЕМА-23. Вот эти моторчики, вот здесь у меня есть, я их скачал, взял на сайте Fusion 360 галерея. Мы что-то там уже брали в предыдущих сериях. Переместил, кинул моторчик в проект, развернул его по осям на 90 градусов и еще повернул вдоль оси Y, так же на 90 градусов, только влево, чтобы у меня проводки, там выход сделан автором модели. Ну и проводки оказались сбоку. Перевел моторчик на задний план. Окей. ШВП сразу кинуть. Да, кстати, по поводу ШВП я тоже ее немножко изменил. Так же доработал. Давайте откроем, посмотрим. К ШВП я добавил вот такую переходную деталь, которая позволяет уже крепить гайки ШВП, какие-то детали. Вот, например, мой портал будем сегодня крепить. Итак, двигатель. Для крепления двигателя мы сделаем скетч в задней стенке стола. Давайте приедем к задней стенке. скетч и в качестве опорной плоскости для этого скетча выбираю нижнюю, вот эту заднюю стеночку. Capture Position. Сделали. Чертить буду следующим образом. Во-первых, нарисую окружность. Буду плясать от окружности. На двигателе NEMA 17 и NEMA 23 есть выступы. Для NEMA 23 этот выступ в диаметре, круглый выступ 38 миллиметров. Дальше создаю R ректенгл и ректенгл создаю центральный от центра. От центра этот прямоугольник у нас будет носить вспомогательный характер. Вот. Параметры данного прямоугольника, длина и ширина будут у нас по 47 миллиметров. 47, там 47. Вот, сделали. и теперь на вершинах данного прямоугольника данного квадрата по сути дела мы рисуем отверстия посадочные отверстия нема 23 5 миллиметров то есть 5 миллиметров раз клавиша c по вершинам 5 миллиметров 2 клавиша c 5 миллиметров 3 и 4 вершина вот таким образом мы сделали вот эти отверстие вырезаем минимум нормально у нас садится на место сразу же сделаю отверстие для нем и 23 вы для ним и 17 там посадочное отверстие на самом деле диаметром и резьба м 3 у меня при за будет 4 миллиметра поэтому я отверстие сделаю 4,2 миллиметра ничего страшного в том что эти отверстия будут немножко побольше нет все нормально двигатель обожмется и у него вращательный момент этот будет вот и нет не запомнил диаметр первого отверстия поэтому я здесь до меньшего беру совсем просто кружочек аналогично делаю просто кружочек здесь на этой линии и с помощью равенства значка равенства операции буквал говорю что эти еще разе криквал и говорю что диаметре этого отверстия равен вот этому это отверстие по диаметру равно этому отверстию это отверстие по диаметру равно этому отверстию вот все выставил дальше д д меньшим расстояние между центрами вот этих отверстий для нема 17 равны 31 миллиметр и для того чтобы окружности стали на свои места а говорю что они горизонтальные их центры лежат на одной горизонтальной линии они горизонтальны друг другу все линии выровнялись клавиши д меньшим устанавливаем размер а для вертикальных окружностей также 31 миллиметр и с другой стороны размер между окружностями также делаем 31 миллиметр все верхние окружности вот в силу того что они лежат и в центре лежат на диагоналях расстояние заданы уже оказались на своих местах больше в скетчах для крепления двигателей делать ничего не надо и в этот шаблончик мы можем поставить двигатели как тема 17 и так и 23 делаем отверстия из для второго двигателя line клавиша l на кавиатуре центральная линия проходящая вот где-то здесь вот треугольничек отловил фьюжн хороший помощник сам по себе фьюжн и создаю симметричные отверстия аккуратненько прощелкиваю все линии вот именно линии окружности не центры окружности часто я промахиваюсь и делаю симметричными центры окружности но не сами окружности сделали 9 в качестве оси симметрии выбираем ось которая была нарисована окей и последний штрих до меньше расстояние между центрами двух двигателей между осями по сути дела можно попробовать поставить 200 миллиметров решить что слишком узко поставить 210 миллиметров слишком сильно к стенкам я бы не прижимался также нас гаечки винтики всякие штучки пойдут нам надо будет все это фиксировать некоторую свободу себе оставим нажимаем клавишу е экструдируем и отверстия их достаточно много здесь сейчас выбираем двигатель мешает вот по поводу мешающего двигателя не могу дотянуться до нижнего отверстия никак двигатель выбирается я выбрал саму сам скрэч нажал клавишу control и тогда вот это отверстие который двигателем перекрывалась стала мне доступна выбрал 18 отверстий говорю что до какой плоскости мне надо их экструдирует до противоположной плоскости кут до вырезаем кнопочку окей отверстия у нас получились теперь ставим двигатель на свое место для этого джой у двигателя выбираем соответствующую окружность будьте внимательны вон та окружность которая стоит стороны вот этого отверстия плане студ и соответственно отверстия на детали вот можно посмотреть отверстия стали на свои места все двигатель будем считать установленным нажимаем кнопочку окей сделали второй двигатель можно поставить можно нему поставить посмотреть как она сядет но сейчас не буду этим заниматься выставляем швп швп 500 перетянули да кстати она у меня сохранена все перетягиваем в наш проект сразу же развернем сразу же развернем по двум осям надо развернуть не развернул что же делать нажму control z проще в данном случае поставить по 0 и перетянул швп по новой а и так выбрал одно направление на 180 градусов развернул и выбрал второй маркер тоже 180 градусов развернул то есть повернул данную ось так как мне надо так как мне удобно теперь соединяем швп с двигателем джой присоединить выбираем на швп на винте швп окружность и стыкуем ее вот с этой окружностью можно контр нажать состыковать с центром окружности совместились между собой вот оси мы притык сделали здесь будет муфточка так-то с 3 на 6 с небольшим с 6 на 8 и отступ сделаю зазорчик 3 миллиметра не хотя здесь все соосно все точно можно этот зазорчик сделать и меньше обращаем внимание на то что сейчас швп у нас уехал вот туда в стол она длинная на же 500 миллиметров поэтому мне надо станочек раздвинуть на самом деле на самом деле все хорошо на самом деле он у нас швп тем не менее поместилась почему она поместилась вероятнее я уже покрутил длину стола change параметр и вот здесь эти 515 миллиметров длина стола мы делали изначально 500 миллиметров параметр ты у нас такой вот тогда действительно деталька вклинивается в стол но если мы расстояние между стеночками сделать 515 миллиметров то тогда вот этот параметр уже у нас срабатывает и там зазор достаточный есть для того чтобы установить детали чтобы они не мешали окей правда у нас продольные направляющие немножко отошли от стенок они же 500 миллиметров остались здесь надо быть внимательным мы это запомним на всякий случай боковая стенка портала сейчас когда доходит до края она не упирается мы на сколько-то миллиметров на на 7 миллиметров выходим станком за пределы направляющие и это не есть хорошо могут вывести шарики подшипника оказаться за пределами оси оси об этом будем помнить пока пойдем дальше теперь теперь наша задача прикрепить подшипник не подшипник а гайку давайте назовем это гайкой так оно и есть непосредственно к планке портала книжный выключу во первых видимость стола чтобы он мне не мешал и посмотрим на какое расстояние нет давайте все таки значит выставим держатели швп здесь есть зазор зор достаточно значимый можно взять линеечку и посмотреть от плоскости держателя оси до плоскости стола у нас зазор 15,34 миллиметра надо его выбрать я сделаю просто я подниму на тридцать четыре сотых фанер пятнашка у меня есть фанеру 12 миллиметров точно поэтому вот этот зазор который есть 15-34 подниму двигатель на 3,34 миллиметра на самом деле как его подниму если это расстояние не устанавливал смотрите где и что я потерял скетч идет скетч и вот этот скетч который у нас есть расстояние от центра двигателя до вот это верхняя окружность у нас до сих пор не установленного она была сейчас 30 целых ты там какие-то большие дроби я сделаю это расстояние для начала небольшим 35 миллиметров пускай будет 35 миллиметров тем самым и сейчас двигатели несколько поднимем финиш скетч двигатель у нас поднялся подняв за собой все остальное по цепочке расстояние замеряем от подошвы до стола у нас сейчас составляет 13 целых сто двадцать две сотых миллиметра соответственно я выберу на один миллиметр сто двадцать две сотых это расстояние то есть возвращаясь еще разик скрич видит скрич и вот эти 35 миллиметров здесь делаю 35 минус одна целая сто двадцать две сотых нажимаем клавишу enter в станочку выпилить все равно что а вот нам хорошо потому что это расстояние сейчас между столом и опорой оси ровно 12 миллиметров такую фанеру найти не проблема здесь делаем прокладочку прокладку делаем таким образом я экструдируем capture позиция вот саму эту платформу на 12 миллиметров и говорим что это новый компонент дальнейшем я его переименую назову там прокладка 1 прокладка 2 потому что таких прокладочек должно быть несколько вот здесь тоже экструдируем с другой стороны вот эту прокладочку 12 миллиметров говорим что опять же это новый компонент компонентов становится больше нажимаем кнопочку ok все отлично теперь у нас данные направляющие удержатели уже через прокладочки к столу примкнут теперь расстояние между гайкой и опорой берем линеечку щелкаем первую плоскость щелкаем вторую плоскость расстояние здесь 6,5 миллиметра фанеры у меня есть на 6 миллиметров найдем и таким образом не надо поднять вот эту столешницу на 0,5 миллиметра чтобы не стачивать фанеру там с восьмерки по два с половиной миллиметра хотя это на фрезером станочки сделать не сложно но так или иначе я пошел стенку портала закроем измеритель линейку редактируем скетч и вот это расстояние до подшипников снизу 32 миллиметра я как раз вот эти пять десятых которые у меня зачем-то были уберу стенка чуть-чуть прижалась вверх нажимаем финиш скетч и с одной точки зрения у нас и зазор остался и портал поднялся они портала вот именно нижняя стенка портала только поднялась линейка от и до стола ровно 6 миллиметров класс экструдируем еще очередную третью прокладочку не забуду я потом переименовать 6 миллиметров говорю что это new компонент новый компонент нажимаю кнопочку ok нажму shift n чтобы увидеть как это все выглядеть в свете компонента чтобы легко читались ну и соберу все это воедино чтобы мне собрать надо знать куда собирать то есть мне необходимо отверстие в нижней планке так давайте нарисуем отверстие нижней планки посмотрел где их это лучше сделать снизу или сверху сделай вот снизу создаю скетч к черт позишем скотч создался рисую вспомогательную линию некоторую ось симметрии нарисовал нарисовал специально немножко в стороне от того места где она должна быть чтобы увидеть что это работает работает следующая симметричность эти две стороны гайки переходника должна быть симметрично относительно данной линии линии подвинулась стала точно между ними продолжаем делаем окружности окружности прямоугольник который здесь есть у нас рисуем несколько отверстия потом выставим расстояние между этими отверстиями так раз отверстие было бы неплохо конечно же поставить сразу же диаметры этих отверстий вот таким образом диаметр и сделаю 4 миллиметра не помню сколько там 5 миллиметров сделаю 5 так вот так она и делается так как вал и говорю что эти окружности имеют одинаковый диаметр расстояние между окружностями по ширине 35 миллиметров не так давно делал вот как раз этот подшипник его переходит переходничок о горизонтали я запомнил а по вертикали если не ошибаюсь 24 миллиметра возьмем линейку и померяем расстояние между двумя окружностями этой и этой и того где у нас она нарисовалась 24 миллиметра до все хорошо дименьшин еще разик от этого отверстия до этого отверстия также 24 миллиметра и расстояние между вот этими отверстиями опять же 35 миллиметров только не от линии control за размер вот этот щелкнули убрали а можно было бы кстати нет уберу и последний размер который есть 35 миллиметров все прямоугольник у нас создался зафиксировался давайте поставим еще для него расстояние вот это стеночки от края сделаем его пускай будет 50 миллиметров потом исправим если что сделали вторую половинку клавиша л вспомогательная линия line нашел серединку вертикальную линию симметрия инструмент симметрия и создаю симметричные отверстия создал экструдируемых клавиши ем почему не делаю отверстия потом сами отверстия уже делаю симметричными не знаю экструдируем до противоположной стороны данной стеночки все окей и начинаем собирать что к чему крепим крепим отверстие к отверстию вот таким образом хорошо кнопочка ok и еще разик еще одно крепление опять же сделаю ту которая ко мне ближе к центру станка выбрал перси можно любой другое на самом деле и присоединил уже непосредственно этот переходник кнопочка ok что не так какое-то предупреждение система выдала и сейчас у меня все заблокировалась я удалю вот это последнее соединение подшипников порталу не при не присоединился я не смог честно говоря решить эту проблему поэтому отменил дважды вот портал у меня аж перемещается вручную подшипник перемещается вручную отверстия у нас все выставлены точно и хорошо оставляю все как есть оставляю все как есть сейчас видно вот это отверстие можно их совместить и и что нам надо еще сделать последний штрих последний штрих который я сделаю это высвелю отверстие в столе включаю стол для того чтобы это сделать в плоскости стола создаю скетч создал скетч capture position видимость стола убираю нажимаю кнопочку меню крит можно кнопочку пи нажать project и прощелкиваю те отверстия для которых мне надо который мне надо создать то есть вот эти детали они крепятся к поверхности стола с нижней стороны правда внутри выбрал нажал кнопочку ok отверстия у нас включились состав стола симметрично их отображаю то есть опять же рисую l осевую линию через весь станок станок у нас портала симметричный нахожу ось симметрии в любом месте можно это сделать вот ничего не хочет а давайте стол опять же ставим включим стол выберем серединку стола вот линию линия проводится еще ради к плоскости скетча на самом деле сейчас 90 градусов по прямым углом все хорошо стол можно отключить симметрия выбираю вот эти отверстия 6 отверстий нет таки не надо их и нету там и вот эти два ось симметрии вот здесь отверстия создались нажимаем кнопочку ok кнопка ok все теперь можно включить видимость стола вид сверху скетч нарисован у нас верхней половинке нажимаем кнопочку е экструдируем эти шесть отверстий расчелкал отверстия выбрал стол отверстия у нас экструдировались получились нажимаем кнопочку окей следующий шаг возвращаясь к скетчу над столом выйдет скетч и сделаю вот такие вырезы нажимаю кнопочку церку а можно сделать проще можно сделать о offset и для всех окружности которые у меня есть сделаю только для одной окружности offset это внешний контур обводка сделаю 2 миллиметра то есть диаметр у меня сейчас 4 достаточный диаметр и экструдирую вот эту дополнительное кольцо вниз в плоскости стала примерно на 5 миллиметров соответственно минус 5 миллиметров минус 5 миллиметров это для того чтобы утопить головку болта когда здесь надо будет делать шестиугольник либо просто головку короче головку болта да утопить внутрь стола вот такая падинка я сейчас скетч выключу и будет видно что это отверстие от всех побольше но это падинка для стола инженеры скажут как это правильно назвать вот такой непростой для меня урок получился удачи вам удачи вашему проекту что сделать самостоятельно понятно надо сделать отверстие от головки болтов вот во всех этих отверстиях раз во вторых кто работает с ним и поставить нему хотя в принципе у нас она поставлена сделать это просто и кто делает т-8 там свои подшипники а высоту их не знаю не скачивал для данного проекта не чертил не рисовал надо будет сделать удержать или вот прикрутить винт т-8 гайку т-8 к столу я думаю будет все то же самое только высота прокладок будет другой и все на сегодня все спасибо до свидания